Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет друг, это Зверько. Летнее обновление на основе сервера вышло огромным, и довольно сложно переверить такой объем информации разом и за всем уследить. Предлагаю разобрать все изменения предметов этого обновления, чтобы настроить наши привычные билды. Начнем с атакующих предметов. Когти Хааса. Пассивка теперь срабатывает с 50% потерянных ХП вместо 40%, а герои получают 15% дополнительного вампиризма вместо 10%. Разработчики сильно подняли полезность предмета за счет старта активации. Золотой посох. Бонус скорости атаки уменьшили в 2 раза, теперь она 15%. Это попробовали компенсировать ускорением 3-го удара. Однако, теперь эффекты срабатывают 2 раза вместо 3-х. Впрочем, альтернативы предмету нет. Если вы играете через пассивку автоатаки или меча охотника на демонов, все равно придется брать этот предмет, получивший нерв. Трезубец. Уменьшили урон на 10 единиц. Но главное его изменение. Ранее он накладывал антихил только при уроне автоатакой. Теперь неважно. Бьешь ты автоатакой или навыком, Трезубец будет дебафать вампиризм и щиты противника в любом случае. Стоило ли это 10 урона? Я думаю, да. Удар охотника. В попытке повысить полезность предмета, ему увеличили с 30 до 60% ускорения после 5 стаков. И сократили перезарядку с 15 до 10 секунд. С учетом физической силы и сокращения перезарядки, этот предмет будет популярнее среди брузеров и грейнджера. Но его сильный конкурент – это новый топор войны, разбор которого я сделаю позднее. Ветер природы. Перебалансили атрибуты. Эффективность предмета не сильно изменится, ведь главное – это его пассивка, а она осталась прежней. Коса коррозии. В пассивке убрали дурацкий шанс на замедление, заменив его на набивание стаков. В добавок максимальное замедление теперь увеличилось до 40% или 20% для стрелков. Такой вариант даже эффективнее для сана или пополя и купы. По секрету скажу, купа считается за ближника, и их замедление с пополем складываются. Клинок семи морей. Добавили эффект замедления после нанесения удара. Это огромная польза для убийц, которые пользуются этим мечом. По замедленному противнику легче попасть всей комбинации навыков. Однако, пришлось расплатиться уменьшением урона. Я изначально не воспринимал этот предмет как мастхэв для ваншота, но в целом он очень полезный. Злобный рык. Убрали свойства, позволяющие сходу игнорировать броню башен. Теперь же добавлено новое свойство. Проникновение рыка тем сильнее, чем больше очков физической защиты имеет цель. И это свойство по-прежнему работает на башнях. Но полезность предмета против бронированных танков также возросла. Переходим к магическим предметам. Зачарованный талисман. Добавили новое для игры свойство. Он увеличивает ограничение ускорения скорости перезарядки до 45%. Я думаю все в курсе, что по умолчанию сократить кд больше чем на 40% было нельзя. А теперь, если ты чувствуешь, что твоему магу не хватает минус пары секунд для счастья, покупаешь талисман. Кровавые крылья. Убрали юзловый бонус к здоровью. Теперь крылья дают внешний щит, размер которого зависит от магической силы персонажа. У щита 30-секундная перезарядка. Палочка гения и сапоги заклинателя. Уменьшили на 3 магическое проникновение. Мимолетное время. Теперь добавляют плюс 350 маны. Ожерели заточения. Как и в случае с трезубцем, теперь любой урон накладывает на цель антихил. Очень удобно. Божественный меч. Убрали прошлое проникновение в 70% максимум. Теперь проникновение зависит от магической защиты целей, и максималочка ограничилась в 60%. Уменьшение лимита скажется, но не очень критично. Очередь защитных предметов. Господство льда. Свершилось. Это практически полноценный антихил для танков. Предмет обладает аурой, которая уменьшает исцеление и щиты противника. С той оговоркой, что этот антихил не влияет на вампиризм. Убрали бестолковое замедление бега на 10%. В целом, это восхитительное изменение, как по мне. Наконец-то, скилловый танк будет больше влиять на результат боя, когда ламеры не понимают наступление момента закупки антихила. Крылья королевы. У этих крыльев сильно пострадала пассивка. Ранее при активации пассивки урон уменьшался на 30%. Сейчас будет только на 20%. Вампиризм увеличился на 40%, а теперь лишь на 25%. Вдобавок, теперь это вампиризм от навыков, а не от автоатак. Что ж, теперь крылья менее полезны для автоатакеров. Кераса грубой силы. Уменьшили на 1% получение скорости передвижения. Сумеречная броня. Уменьшили урон, от которого активируется пассивка. С 900 до 600. Новая пассивка уменьшает входящий физический урон на 20%. И наносит небольшой чистый урон окружающим врагам. Длительность 3 секунды. Перезарядка 6 секунд. На мой взгляд, новая пассивка на уровень полезнее прежней. Шипованная броня. Изменили расчет возвращаемого урона. Новое свойство. Замедляет атакующих на 15%. Хорошо бы замедляло атаку, но нет. Замедляет только скорость бега. Возвращаемый урон не особо изменился. Штормовой пояс. Пассивки увеличили урон и усилили замедление, получаемое противником. Пояс стал только полезнее. Защитный шлем. Увеличили бонус к регену. Здоровье за ассисты. Добавили 3 новых предмета, но их лучше разобрать в отдельном видео. Для более легкого поиска на ютюбе и простого восприятия. Что еще есть из важных изменений? Теперь нижний порог физической и магической защиты уменьшились с 0 до минус 16. Что это дает? Теперь, если у предмета есть проникновение урона по тонким героям без брони, будет проходить этого урона больше. Алгоритм урона теперь будет начинать расчет с процентного проникновения, а потом фиксированного проникновения. Это значит, теперь смешанное проникновение будет наносить больше урона, чем раньше по бронированным целям. В случае с процентами, очередность исчислений имеет значение. Ну и плюс 5 магической защиты для всех героев. Зачем? Охрен его знает. На этом пока все. Перепроверяй свои сборки и удачных боев, друг. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok